Жизнь в городе на линии фронта Авдеевка Донецкой области несокрушимо противостоит натиску российских войск от крайней точки города до позиции российских подразделений всего 800 метров. После начала полномасштабной войны войска Российской Федерации пытаются прорвать оборону украинских защитников и захватить город. Ну а попытки безрезультативны. А в городе до сих пор остаются мирные жители, хоть их жилье уже давно превратилось в руины в результате ежедневных обстрелов. Но покидать город не хотят. И готовиться к осени подробнее в материале нашей Алены Грамовой. Все виды артиллерийских и ракетных комплексов применяли российские войска при атаках на Авдеевку после 24 февраля 2022 года. Более полутора лет прифронтовой город уничтожается противником. Сейчас в каком-либо районе города уже не осталось уцелевших домов. А везде побито. Вы проедете по любой улице. По любой улице проедете. Все открыто, все разбито, все потрощено, все выпотрошено. Регулярные атаки на город практически свели. На ноль работу коммунальных и спасательных служб. Из-за риска попасть под обстрел пожары уже нет возможности ликвидировать. Местные жители, которые решили остаться в городе, собираются в единственном пункте несокрушимости, чтобы связаться с близкими. Пункт несокрушимости в Авдеевке. Это, пожалуй, единственный волонтерский центр, где по-прежнему собираются сотни людей ежедневно. Здесь можно постирать свои личные вещи, принять горячий душ, полноценно пообедать и получить медицинскую помощь. Здесь можно получить и горячее питание. Обеды тут готовят ежедневно. Елена Повар рассказывает. Сама продумывает меню. Сатес капачков. Это подливка свиная. Разогреющий борщ. Хороший вчерашний. Может, что-то будет жиденькое. С продуктами и медикаментами в центре дефицита нет. Волонтеры, несмотря на риски попасть под обстрел российских войск, приезжают в город регулярно. Приезжают постоянно. Там, допустим, заказы какие-то делаешь. Они стараются по возможности быстро привезти. Так что молодцы. Волонтеры молодцы. Местные жители говорят, хоть еще лето, но готовиться к зиме начинают заранее. По их словам, уже начали собирать дрова для отопления. Используют деревья, которые были сломаны в результате обстрелов, и древесину, собранную на руинах жилых домов. Зимой это все пригодится, так как дровами отапливают даже квартиры в многоэтажных домах. Это зиму прожили, было жарко. Мы, знаешь, что сделали? Те комнаты закрыли, поняла? Те комнаты, ну, чем попало? Одеяло. Вот эти одеяла, это я их сушу. Дождем, чтобы это все двери закрывались, поняла? Те две комнаты. А остается зал у меня, кухня и коридорчик. И мы вот это все закрываем наглухо. В трусах ходили. Тамара рассказывает, на днях после очередной атаки россиян ракетой был уничтожен целый подъезд в ее доме. Теперь квартиры ее соседей больше не существует, как и ее комнаты, где она обычно ночевала. Женщину спасло лишь то, что в момент обстрела она спустилась в подвал. Вот это вот матерная комната, она должна была здесь спать. Получилось, она как раз 9 часов пошла в подвал, чтобы бутылки там собрать. Вот здесь у нее комната, ну, то есть вот здесь вот так вот стоит ее кровать. Ее надо раскапывать. Несмотря на это, люди не теряют силу духа, хоть и остаются жить в разбитой квартире. Так неудобно. Спасибо. Да вроде бог, попробуйте. Спасибо. Ребята, без всего большое. На здоровье. Улицы Авдеевки пусты, но тут всегда шумно от постоянных обстрелов. Нанося ракетные удары авиации и обстреливая город реактивными системами, российские солдаты пытаются также штурмовать прифронтовую Авдеевку. Украинские военные говорят, интенсивность их атак не сильно отличается от натиска противника на бахмутском направлении. Они штурмуют, но сейчас они больше перешли на ночь. Штурмовые группы работают ночью, потому что у них большие потери. Они потеряли больше батальона, и сейчас они пробуют ночью просачиваться и штурмовать наши позиции. Авдеевка не по зубам. Сам российским оккупантом считают украинские защитники. Город окружен мощной линией обороны, возведенной еще в 2014 году. Несмотря на то, что в городе нет воды, электричества и газа, тут остается около 1700 мирных жителей. Алена Грамова из Донецкой области для телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин